Давление на бизнес, холодные батареи и увольнение. На заседании правительства рассмотрели сразу несколько проблемных вопросов. Кому и за что досталось сегодня, расскажет Любовь Кукла. Так, а вчерашнего заседания Совета регионального развития было слышно и сегодня. Правда, в этот раз на заседании Кабмина. Премьер Владимир Гройсман еще раз напомнил, никакого давления на бизнес в Украине быть не может. Вчера орехи за крышевание смотрящих досталось начальнику госгер-кадастра Олегу Цвяху. Его отстранили от должности моментально. Премьер сказал, премьер сделал. Сразу же после заседания правительства журналистам сообщили, Цвяха сегодня все же уволили. Но не потерями едиными, говорили министры и о перспективах. По словам премьера, если ВВП страны вырастет хотя бы на 5%, то украинская экономика станет едва ли не самой развивающейся в Европе. Отчитался перед министрами сегодня и новый руководитель Укрзалезницы. И это, похоже, станет для него новой традицией. Гройсман предложил главному железнодорожнику с нового года ежеквартально отчитываться о реформах и проделанной работе. До конца этого года мы планируем завершить программу оновления и всего оновить 188 вагонов. На следующий год заплановлено оновление до 310 вагонов, в зависимости от обеспечения финансирования. Это складывает почти одну шестую всего парку, который мы сегодня эксплуатуем. Впрочем, одних вагонов мало, парировал министр инфраструктуры Владимир Амелян. Работа у госкомпании – непочатый край. Не обошли стороной сегодня и самую жаркую, точнее холодную тему – подключение отопления. Батареи греют далеко не во всех регионах. Сегодня ответственность за вчасный начальник и в полном обществе опаленный сезон лежит на местной владе, на органах местного самовределения, на областных администрациях, на районной владе. У них есть сегодня все, чтобы запустить вчасные котельные и запустить дома. Я хотел бы понимать граждане Украины. Я думаю, что вы же понимаете, что премьер-министр не прийдет до вашего многоповерхового будинка, для того, чтобы проверить тепловой узел, або другие, провести работы по запуску будинка. Это должен сделать коммунальную службу города, и это их ответственность. И уже сегодня поручил вице-премьер-министру Геннадию Зубков выяснить, где и почему не подано тепло в квартиры. Любовь Кукла и Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.